Говорят, что прошлое не забывается, сколько бы лет не прошло, особенно если оно было наполнено кровью, болью и ненавистью к другому народу. Именно поэтому в восточно-азиатском регионе все никак не может установиться мир. Четверка государств лица КНДР, Китая, Японии и Южной Кореи постоянно находится в колебательном движении. Несмотря на то, что полмира их путают между собой и еле отличают кто есть кто, друг друга они наглухо не переваривают. Стоит поблагодарить за эту матушку историю, которая, как известно, творит все, что вздумается. Вот и бывший единый народ, когда-то она занесла в состояние жестокой войны, где одни доминанты ущемляли и унижали других. Роли при этом постоянно менялись и захватчиками становились то одни, то другие. Одну ветку историю, связанную с японской агрессией, никак не могут забыть китайцы и корейцы. И почему-то именно сегодня, в 2014 году, они вспоминают Вторую мировую войну и обиды того времени. Китай официально в судебном порядке постановил, что японские фирмы должны выплатить денежную компенсацию людям, которых они насильственно принуждали работать на себя во время войны. Естественно, Япония категорически не согласна с этим требованием, основываясь на том, что они уже выплатили все возможные санкции сразу после окончания военных действий. Китай сдаваться не собирается и совершенно наплевательски относится к и так уже расшатанным отношениям между ними. Официальное лицо китайской юридической системы заявило, что отказ от выплаты в пользу принужденных рабочих показывает желание премьер-министра Абы обелить черную историю своего государства. Достаточно странный вывод, учитывая то, сколько раз в год им напоминают о военном прошлом. Напомню, что в 2012 году Корея уже выдвигала подобные требования Японии. Тогда она решила, что любой человек, которого принуждали работать во время колониальной политики японцев на полуострове, может подать жалобу и запросить компенсацию. Программа, кстати, провалилась. Но сегодня Южная Корея довольна. Министр Абы заявил, что не собирается аннулировать изменения, принесенные своими предшественниками в 1993 и 1995 годах по поводу своего жестокого поведения по отношению к женщинам и остальным жителям Кореи. Это принесло огромное облегчение корейцам, которые так пытаются хоть как-то заглушить обиду бывших женщин для утех и защитить их. Напомним, что ухудшение отношений в азиатском регионе началось в декабре после визита Шинза Абы в Ясукунии и дошло до предела, когда японские политики-националисты стали убедительно просить премьер-министра отказаться от принесенных когда-то изменений. Вот так один братский народ все никак не может перестать жить в прошлом, когда другой все никак не угомонится сейчас. Япония все-таки наложила санкции на Россию после присоединения Крыма. По любовной звонке Обамы сделали свое дело и даже возможность возвращения своих островов не смогла сдержать японцев от принятия такого решения. Министр иностранных дел Фумио Кишида официально подтвердил, что Япония не признает результаты крымского референдума и считает, что он нарушает конституцию Украины. Теперь администрация призывает Россию одуматься и начать уже соблюдать международное право. Вот так вот свои острова они вернуть хотят, а другим так делать нельзя. Удивила всех и спокойная позиция Китая. По этому поводу Асахи даже выпустили специальный аналитический материал. Китай выражает двоякую позицию по отношению к ситуации в Крыму и на Украине. Эксперты считают, что связано это с конфликтом интересов, с которым столкнулись китайцы. С одной стороны, они против военного вмешательства России, но и западную интервенцию они тоже не поддерживают. Это можно понять, ведь Китай тесно связан с Украиной, которая экспортирует ему огромное количество зерна. А в прошлом году они даже арендовали площадь размером с Бельгию, чтобы выращивать там зерно и разводить свиней. Терять им это, естественно, не хочется. Пекин ответил мировому сообществу тем, что ситуация сложилась очень сложная и чувствительная, и китайцы надеются, что проблема решится подходящим способом. Какое именно решение считается подходящим, Китай так и не сказал. А тем временем закончились Паралимпийские игры в Сочи, где японцы завоевали шесть медалей, три из которых золотые. Закрытие прошло на должном уровне, и теперь Олимпийский огонь окончательно погас в теплом Сочи. Теперь Япония начала активно готовиться к своим летним Олимпийским играм 2020 года и уже разработала новейшую и одну из сильнейших систем по защите киберпространства. Программисты и инженеры утверждают, что они смогут более чем на 100% обеспечить безопасность информационного поля Японии на время проведения игр. Так что на поле боя есть место не только конфликта. И сейчас встает один справедливый вопрос, выберется ли мир мирным из сложившегося кризиса.